Пожалуйста, в чем вы видите свое предназначение и призвание? Как вы поняли, что это именно они? Каким образом реализуете и то, и другое? Благодарю. Мое призвание и мое предназначение – это моя семья. Я вижу свое предназначение и призвание просто в своей семье. Какое мое предназначение? Я просто живу. Мне нравится жить. Мое предназначение – это жить счастливо и жить несчастливо. И я хочу, как обычный человек, прожить, состариться и умереть. Поэтому я не выполняю практик, связанных с молодостью, омоложением и всем остальным. Я не хочу жить долго, я не хочу жить, может быть, мега богато и так далее. Но мне нравится то, что происходит. Я искренне обожаю свою жизнь. Мне нравится просыпаться и засыпать рядом со своей женщиной. Я обожаю своих детей. Мне нравится проводить вот такие вечера. Завтра будут праздники, дети приготовили концерт, будут выступать и мне что-то говорить. В чем мое предназначение? Прожить. Прожить и испытывать радость. Я занимаюсь йогой. Моя йога называется йога получения от жизни радости. Вся моя система, она основана на теме такой, человек может добровольно испытывать радость или добровольно испытывать страдания. А жить-то все равно придется. Я для себя в какой-то момент понял, что я хочу прожить так, чтобы моим предназначением было прожить офигенно хорошо. И это офигенно хорошо не связано с деньгами, а связано с тем, чтобы были только-только великолепные, приятные и счастливые эмоции. Я выбирал женщину, которая мне нравится и с которой бы я хотел прожить. Я выбирал жизнь, которая меня вдохновляла. И всегда было, вначале было очень тяжело, потому что за плечами онкозаболевания, за плечами нищета, и за плечами там поломанные руки, ноги, позвоночник. И в общем-то много всего. А сейчас великолепная жизнь. Несмотря ни на что. Я когда утром просыпаюсь, то я обычно начинаю делать так. Я начинаю восхищаться. Мне нравится это, мне нравится то, мне нравится, что я делаю, мне нравится обучаться, мне нравится запоминать, мне нравится близкие, мне нравится... И жизнь плавно стала расширять состояние нравится. Потом, со временем, слово нравится уже не нужно было произносить. И это, знаете, такой есть анекдот о вечном кайфе. Вот я живу в этом процессе. Со временем я понял, что это путь такой, который универсально может полностью изменить судьбу человеку. Знаете, как в еврейском анекдоте. Знаете, почему евреи всегда говорят, слава Богу, хорошо. Приходит мужчина к другому мужчине еврею, один еврей к другому, и говорит, слушай, Мойша, почему ты все время говоришь, все хорошо, ведь я знаю, у тебя не все хорошо. Говорит, понимаешь, когда я говорю, все хорошо, Бог видит это и говорит, ты еще не знаешь, как может быть хорошо. Вот как сделаю тебе хорошо, поймешь, как может быть еще лучше. А если я буду говорить, все плохо, то Бог скажет, ты еще не знаешь, как может быть плохо. Вот сейчас я тебе покажу, как может быть плохо. Вы знаете, что-то в этом анекдоте есть. Я тоже так живу. Я стараюсь жить так, чтобы мне жизнь нравилась. Вы знаете, независимо ни от чего.